Друзья, всем привет! Привет, с вами Ростислав, это новый выпуск BassLog И сегодня у нас на обзоре Ford Focus 3 Полностью собранный на Прайде Поэтому про этот дрочер ликуйте Наконец-то тачка, собранная на вашем любимом железе Постоянно пишите в комментариях, что тачки на Прайде не снимаешь Вот, пожалуйста Это повседневный Ford Focus 3 С неплохой басухой, с хорошим франдом Поэтому давайте мы о нем подробнее расскажем Так что наваливайте басухи, ставьте лайк этому ролику И приятного вам просмотра Это Ford Focus 3 И даже зимой можно снять обзор Потому что тачка повседневная Катается каждый день И летом машина выезжала на соревнования Ты в основном эмо давить катал И, соответственно, занимал призовые места Вторые и третий класс BR Здесь рез 150 на повседневе с багажника Я считаю, что это действительно хороший повседнев Так что давайте начнем рассказ о том, что здесь стоит С подкапотного пространства Под капотом у нас стоит генератор Это 320 ТСА Но не от Focus 3 А от другой машины какой-то Наверное, просто классический ВАЗовский корпус Судя по креплениям И переделки мы делали так раньше Лет 5 назад, потому что не было готовых решений Готовых корпусов Всегда брали какой-нибудь ВПС Кастом все ставили Ты же, надеюсь, кто побогаче Там DC Power ставил или Mechman Я вот на DC 270 делаю Кастомное крепление Суть какая Кастомное крепление сделал Оно не выдерживает здесь мощность этого генератора Под нагрузкой Поэтому в моменте, короче, обломало крепление И пришлось закрепить на впускной коллектор с тяжками Выглядит, конечно, максимально колхозно Но обещают перейдеть к следующему сезону Потому что машина на самом деле будет на ребилде И генератор тоже пойдет под замену Потому что он уже давно здесь стоит Его отправят производителю Заменят корпус, обслужат И пришлют уже новый готовый болтон крепления для Focus 3 Поэтому с кайфом Соответственно, здесь в следующем сезоне уже будет стоять И этих колхозных решений не будет Естественно, сразу стоит предохранитель на 250 И идут протяжки плюс-минус Соответственно, минус идет еще до аккума здесь И на кузов А плюсовая уходит, соответственно, до багажника Где стоит секция 30-го титаната Самое интересное это, естественно, в салоне Открываем, видим, да? Вот сразу здесь по дверям Дверные карты выше остекления Потому что здесь стоит 8 пар 20-очек Это Ruby V2 И стоят рупора 5 штучек Pride Hyperton Они не подключены Потому что нахрен эти верхние частоты Надо с кайфом шишку на Ruby постановать Головное устройство на 730-ый Pioneer Это 2-х Диночка Ну, по факту, как 520-ый, только 2-х Диночка Процессорное хорошее головное устройство Если RCA на включенную вытащить Дает хорошие такие наводки Тут они имеются Но немного ты RCA на горячую не вытаскивал Так что здесь все в этом плане нормально А MP-калибр 1800 на 2 Стоит у нас на эти 8 пар Подключено, сколько? В 2 Ома получается Фронт Хватает одного уся? Или второй надо добавить? Тогда будет классно Ну, собственно, да То есть, если вы ставите действительно громкий фронт Там 6 пар Либо 8 пар То по-хорошему иметь 2 двухканальника По одному на каждую калитку Либо искать усилители Например, из вариантов Я только один четырехканальник мощный знаю Кикс 4.1000 Вот у нас он есть в магазине До этого стояли 2 подлета 2.1200 Говорит, было тише и хуже Собственно, по игре По фронту мы вам рассказали Самое время его послушать Потому что многим, я думаю, интересно Как играет 8 пар двадцатых Тем более без рупаров И от одного усилителя Ну что, запускай давай что-нибудь на фронт Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, очень приятно шлепает Прям хорошо Мне нравится Но без рупаров все равно Немножко глуховато, конечно Особенно на расстоянии Внутри тачки, я думаю, нормально А вот на расстоянии, да Немножко рупаров не хватает А сейчас еще один Да, замер фронта, который обычно все используют Поход, наверное, не панча А на громкость самой Аудосистемы Блядь, стучит, конечно, вообще бодро Восемь пар двадцаток Это и есть восемь пар двадцаток Ты чувствуешь эхо? О Некрасивее Ты видел люди в окне? Вообще вахи А вы что? Ну мы отъехали Это единственный бизнес-центр здесь рядом У нас вообще нет никаких людей Друзья, я хотел бы вам напомнить, что мы играем в Grand Mobile Это крутая многопользовательская игра Которую можете скачать на свой Android На свой iPhone И классно проводить время как сам, так и со своими друзьями Там можно стать кем угодно Можно по-рабочим на заводе Бандитом, полицейским Можно пришиться к группировке Можно за чушпанов играть Ну в общем, все в современных реалиях И очень классно и круто там все сделано Друзья, а это конвертики Кто уже скачал игру Вел промокод Баслок И участвует в розыгрыше нашего фирменного мерча У нас здесь есть вот такие крутые футболки Их можно легко и просто получить Просто скачав игру и введя промокод Баслок И докачавшись вот до этого уровня Который указан на экране Поэтому скачивайте Grand Mobile Участвуйте в розыгрыше Сегодня, друзья, уже 29 число А значит уже послезавтра 31 числа мы подведем итоги И случайным образом выберем того Кому достанется наш фирменный мерч А это 10 крутых футболов Скачивайте Grand Mobile по ссылке в описании И качайтесь уже скорее И получайте с промокодом Баслок Не только участие в розыгрыше мерча Но и гелик и 30 тысяч игровой валюты Уже выпала камера Потому что мы повалили немножко перед началом обзора Ну это собственно автозвук Крепления как обычно в виде письки здесь нету Ну то есть обычно все делают Какой-то если багажник у вас очень тяжелый 5 слоев массы баса Какой-то вибры еще 4 слоя Но крышка действительно тяжелая А вибра вся закрыта здесь карпетом Потому что открытая вибра смотрится Во-первых стрёмно Во-вторых снимают баллы на эмме А машина все-таки туда ездит И все вот эти вот открытые элементы Где отсутствует пластик Они конечно же заклеены в карпет И сам ящик у нас здесь в коже Ящик у нас под одну эску 18-ю на 250-й трубе На него стоит один прайд опола И здесь же разместилась одна секция 30-й титаната Потому что тупо некуда добавить питания Ящик большой Он прям стоит соответственно на полу Фальшпол сюда не сделать Потому что не хватит тупо объема Тогда под одну восемь нахуй Играет на самом деле Мы сейчас послушаем Но со стороны очень прикольная И большой рост на самом деле идет У эске Аполло по факту Как при игре Собственно саба Играет в триома Что соответственно Отдает мало мощностей Поэтому по-хорошему Сюда надо что Правильно Куазар Ну какую-нибудь двенашечку Ну хотя бы 12-киловаттничек Сюда поставить Какой-нибудь приятный Или оса 8000 на 1 Есть хорошую девбонса Выглядит на самом деле Классно Собрано классно Почему? Потому что владелец У него своя установка Ссылку на него кстати В описании оставим Я думаю да Лишним точно не будет Если захотите так же Там собраться на прайде То покупайте у нас Едьте к нему И на самом деле Это конфиг Сейчас с максимально Полностью собранным салоном То есть оформление Только в багажнике 4 посадочных места Но как обычно У всех это бывает Задний ряд используется Не для того Чтобы возить пассажиров А пакеты сложить Там всякую шляпу Ну то есть Пассажиров сзади не катает И собственно Андрюха-то что правильно подумал Нахуй нам нужен задний ряд Поставим еще одну Эск-18 Соберем нормальный гроб Сварим здесь раму Как раз и квазу поставим И губок-закаточную машинку Купит И короче с кайфом Будет в следующем сезоне Уже кататься с горбом Потому что басухи Всегда мало Также одной Эске 18-ой всегда мало Поэтому надо расширяться И вот кстати Эске же сейчас не выпускаются И ты в поисках Ты нашел уже? Не нашел Вдруг кто-то продает Эску 18-ую В хорошем состоянии Либо новую Напишите ему в инстаграм Пожалуйста Или прям мертвую Прям выебанную в труху За адекватный прайс Короче Вот человек ищет себе Эску Поэтому если у вас есть Восемнаха Если не мертвая Катухи 1.6 Если мертвая Любые катухи Все равно В саббрикон уедет И соберется Собственно Машина укатана Вся виброизоляцию Крыша До центральной стойки От багажника До центральной стойки В три слоя Вот центральной стойки До лобового В шесть слоев На это есть свои причины Да Тут за кадром пообщались Оторвало штатный усилитель Возле лобового Он трещал Дребезжал Его соответственно Приварили По штату На точке по новой И докатали вибры До шести слоев Чтобы это просто Все держалось Из-за этого потолок Здесь немножко со складками Но в целом Зато с кайфом Можно ездить И крышу не рвет Двери по два слоя вибры Ну и соответственно Задние крылья Мало каких автомобилей Можно укатать И здесь соответственно Пусто Внутренняя вот эта часть Она укатана А вот внешне Туда тупо не добраться Ну и соответственно Пол не укатан А багажник Там где корыто Соответственно Там масса баса Тоже да сколько Четыре слоя Ты сказал Четыре слоя Масса баса Хорошая кстати вибра Такая она мягко жесткая И для басухи Для жесткой Как раз таки Идеально она подходит Ну что настало время Послушать ебасуху Так что закрываю А как лучше давит Вообще одинаково Тут 0,2 децибила разница Нифига нормально Ну это по дэму Чистый чай Ха-ха-ха Ну на верхах Правда да Судя по всему 41 герц Понял Ну на верхах Нормально вообще Если пониже Давай Чуть пониже Ну как Изначальная настройка Короба Была еще 29 герц Ломает Но толком Не Селепокоряет Городар Рейбаны на глазах Черная парада Калаши заражены Всегда Судя по львоте Алада Аксаны на сели Покоряет Городар Рейбаны на глазах Черная парада Еще не пахнет Ну запах есть же Слушай басуха Это вообще Прям приятно Лупит И вот на слух Играет Вот когда пониже 31-35 Прям поприятненько Вот и баса больше кажется Хотя вот Андрей Горит на датчик У него Именно 41 герц Пуля Типа заметно Ну больше По давлению На датчик На слух Это может конечно же Как вы заметили Отличаться И повседнев Действительно хороший Играет круто Я думаю Что надо прокатиться Да Немножечко Хотя бы здесь Вам показать Как тачка На ходу Вот играет Как ее слышно Со стороны А сколько его давай Вот сколько бюджет Не знаешь Почему ни один человек Не знает Сколько денег он потратил Я могу объяснить Потому что за 4 года Она поменялась Сколько конфигов Что тяжело Прям посчитать Ну так Давай на скидочку Ну вот Apollo Я думаю Рублит 300-400 Точно есть Ну это под ключ с работы Да То есть мы с Вебро берем Ну да Ну да Где-то так Ну смотри Ну сколько Apollo сейчас Apollo 50-70 стоит 50-55 Ну это со скидкой Ну с новогодней 55 Вот А так вообще В повседневе 70-50 Esco Сколько 45 стоило Я и новую покупал И Front По сколько По 8 тысяч Пара Плюс гипертона Ну только дурач Он может 16 тысяч Потратить Чтобы дырок не было Ну Мавчик Генчик Проводка Мавчик Да Мавчик Кстати У меня подешок Еще в свое время Да Когда они Короче Стоили Бушные Купятаку Я купил Одна диновую 520 Короче Тут фига Тип Тип Объявление Поменяю 520 На вот эту Я не знаю Зачем Ему надо было Типа Дудин Убрать И там Он что-то свое Хотел замучить Я ему сразу Пишу Такой Давай Давай Все Как поменялись Ну вот Хороший Повседнев Ну в районе 400 нет Мне кажется 300 точно Есть 300 точно Есть Мы Это Стоили Стоили Я тебе Что-то Ты наш Моя Нашла Но Время Не Зашит Сердце Что Без Секла Буду Что И Секла Ты Знаешь Просто Мы Это Стоили Враг Но ты Разбег Ты будешь Самый Больный У них Секрет Буду Для тебя И тем Что Путап Ты Была Без Сердце Тебе Смер Ты Была Май Без Без Смер 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 Май Момета Убыл Брать И Вбрат Билеты Ну Купи Статус Сколько Нам Ты Став Все Это Пройдет До Лета Но Добраться Ты Менедж По Коте Добраться Добраться Мы Улетемся на этой Карте Стоп Статус Стоп Парти Ты Мой Сон Без Тебя Я самый Стой Ты мой сон, ты кино, я режиссер. Ты мой сон, я увидк, меня не поправит косой. Ты мой сон, мои сусли, ты бессмертв, ты масон, ты мой сон. Я без тебя сам не смотрю, ты мой сон. Ты кино, я режиссер, ты мой сон. Я увидк, меня не поправит косой, ты мой сон, мои сусли, ты бессмертв, ты масон. EVERYBODY BE VISIT, yourself in the body. I Caribbean CONSON TIP Ты нужна лишь душа Эй! Твоя суть это ломать не в такой Я возьму тебя в руки сам И расскажу обо всём Ты мой сон, мои мысли, ты бессмерт Но ты как мой Лена Монро Как в судьбе вино Ты хочешь одного И я устрою нам вино Ты как мой Лена Монро Как в судьбе вино Ты хочешь одного Ты хочешь одного И я устрою нам вино Я Suk Я увижу У меня У меня У меня У меня У меня Продолжение следует... Ну что, друзья, вот такой вот обзорчик на громкий фокус у нас получился. Это, наверное, крайний видос в этом году. И хотелось показать вам громкий повседнев, чтобы на следующий год, кто хотел себе к лету, к сезону собрать, сразу уже задумался, захотел себе новогодних подарков, сразу там жене набрал, что-то случайное место тебе парфюмерии у меня сап приехал, типа такого, чтобы у вас случилось, и вы к сезону уже выкатились, потому что, казалось бы, до лета, еще там дофига месяцев, а по факту по щелчку пальцев уже потеплеет, а вы опять не собрались. Поэтому вот вам пример хорошего громкого повседнева для тех, кто хочет сохранить себе задний ряд, для тех, кто хочет, чтобы машина была плюс-минус стоковая. Ну, если считать, что у вас немножко карты, чуть повыше остекление, если это за сток считать, то по факту тачка очень стандартная. Хороший, реально, повседнев, машина занимает призовые места в своих классах, второе, третье места, и катается по многим городам, так что в сезоне, в следующем, я думаю, вы ее увидите. Андрей часто в Сочи гоняет, кайфовать, поэтому, кто в Сочи тачку увидите, попросите послушать, потому что фронт и басуха в целом действительно очень классно играет, особенно в этот бюджет. И, конечно же, я бы порекомендовал, наверное, в этом, ну, если вот так, да, говорить, добавить питания, если, ну, соответственно, его здесь не хватает, и, к сожалению, разместить некому. Но если было бы, конечно же, хочется чуть больше питания, не одна, а там две-три секции, и я бы все-таки добавил рупора, включил бы их обратно, потому что в ИЧ, вот именно на открытых дверях, их не хватает. В тачке нормально, а вот на открытых дверях рупоров не хватает, поэтому их все-таки бы сюда добавить, и вообще писа булочки. Друзья, этот год был для нас тяжелым. Не все смогли купить Титанат и Манганат, ЦАП или Динамики, регулятор или дистрибьютор, но мы не отчаемся. Я и моя команда сделаем все, чтобы каждый наш подписчик, кто оформил подписку в группе ВКонтакте, кто нас поддерживает, да и те, кто не оформили, никогда не оставались в беде. Мы развиваемся и хотим, чтобы вместе с нами развивались вы, поэтому нищеброды и богачи, всех с праздником, дорогие мои граждане. Хочу, чтобы в следующем году у вас каждого минимума было по САБу, а лучше по 16. С наступающим Новым годом! С вами был Ростислав, это Баслок, и всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова